Глава восьмая И сказал Господь Моисею, говоря, Возьми Аарона и сынов его с ним, и одежды, и елей помазанья, и тельца для жертвы за грех, и двух овнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скини и собрания. Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скини и собрания. И сказал Моисей к обществу, Вот что повелел Господь сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар, с передней стороны его, возложил полированную дощечку диадиму святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазанья, и помазал скинью и все, что в ней, и осветил это. И покрепил им на жертвенник семь раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил Моисей елей помазанья на голову Аарона, и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сынов Аароновых, и одел их в китоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон, и сыны его возложили руки свои на голову тельца за грех. И заколол его Моисей, и взял крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял Моисей весь туг, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и туг их, и сжег Моисей на жертвенники. А тельца и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, «И рассек овна на части, и сжег Моисей голову, и части, и туг, а внутренности и ноги вымыл водою, и сжег Моисей всего овна на жертвенники». Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. «И привел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыны его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Ааронова, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, «И привел Моисей сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон». «И взял Моисей тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук, и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону, и на руки сынам его, и принес это, потрясая, пред лицом Господним. «И взял это Моисей с рук их и сжег на жертвенники со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание. Это жертва Господу». «И взял Моисей грудь и принес ее, потрясая пред лицом Господним». «Это была доля Моисеева от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. «И взял Моисей, елея помазания и крови, которая на жертвенники, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». «И сказал Моисей Аарону и сынам его, «Сварите мясо у входа скини и собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. Семь дней не отходите от дверей скини и собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скини и собрания будьте день и ночь в продолжении семи дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Господь через Моисея.